Здравствуйте, я как-то не привык себе, лучше я перед вами постою, у вас поговорим. Я хорошо слышу библиотеки, говорю без микрофона. Я очень рад вас видеть, я сегодня приехал, честно скажу, приехал поддержать своих ракетов, которые выбираются у меня в городской совет. Поэтому я сам не выбираюсь, вы знаете, я просто в прошлом году был здесь, маленько оставил себе свет. На сегодняшний день я строю храм, как и обещал на выборах, я его построю, и как сами веду вот крышу, и дальше вопросы ваши. Храм огромный, таких больших размеров, как мясо-то, и один храм у нас есть. Это на станции ЗАГО. Поэтому он где-то будет на тысячу лет, но на благо народа. Поэтому я бы хотел честно обозначить то, что бы я хотел. Я сразу могу сказать, что я не являюсь представителем Единой России. Я такой человек, поддерживаю всех, кто мои соратники, будем так говорить. Вот мне сегодня от моих соратников очень много возникает именно по Единой России, и поэтому я их поддерживаю, и это Агроколдинг Сибиряк, с кем я работаю, с кем я пытаюсь обеспечить рабочие места в городе Назарово. Вы знаете, что мы сегодня загружаем помаленьку, не помаленьку, по большим счетам, ЗНК, мы работаем в Агроколдинге, в сегодняшний день рассматриваем строительство завода по переработке, по глубокой переработке зерна. Я еще раз сказал, если мы договоримся с вашими энергетиками, с вашими энергетиками, а фиксацией тарифы на электроэнергии, тогда мы пойдем строить рубашку. Если не договоримся, то пойдем строить шарыку. Но вы должны понимать, что это бизнес, и бизнес в убытке работать не может. Поэтому я бы хотел вам обсказать все эти вопросы. Я понимаю, что сегодня очень острый вопрос о рабочих местах в городе Назарово. Я считаю, что он город довольно молодой. Вот я говорю, что мы собираемся строить. Мало того, мы разработали бизнес-планы. Я 12-го числа буду у Патрушева. Патрушев – это директор Россельхозбанка российского. Будем разговаривать как раз по строительству курятника, как я его называю. Но по-другому никак не могу. Кищника. По выпуску мяса. Не яйца, а мяса. У нас в сегодняшний день в Красноярский край заводится мясо 70%. Чтобы вы знали. Это мы везем с Томска, Сомска, с Новосибирска. Мы везем сюда. И торгуем мясом кур здесь. А в основном у нас... Мы выпускаем мясо. Все наши принципиальные. Так что, если у вас есть ко мне вопросы, я готов на них отвечать. Отвечать, я понимаю, вопросы будут всякие, неожиданные. Пасковырки, доброжелания. Но за любой вопрос от людей, я человек прямой. Поэтому и вы по прямой вопросу задавайте. Что-то вы как-то не разошлись, что-то вот здесь. Ну, как-то посмелее надо. Так что вас интересует? Что-то вообще? Наташа, что? Ну ладно, тогда давайте по себе. Пока вы погодумайте. Я вот на выборах уже говорил. Значит, мне 65 лет. 65 лет. 65 лет с половиной примерно. У меня четверо детей. Две девочки, два мальчика. Две девочки старших, два мальчика помладше. Младший у меня уча на втором курсе института. В этом году закончил у меня с отличием в первую курс. А втором меня отрабатывал геодезистом. Почему геодезистом? Потому что у вас как раз в город Позарова пускают геодезисты. И три человека в отделе геодезии работают у меня в городе Назар. Я имею высшее образование. Закончил в Красноярский полетельский институт. Служил в армии 1972-1970 год. В воздушно-десантных войсках и офисаний. Я являюсь... В этом году я могу вам поопаситься как человека. В прошлом году еще бы сказал... Я кандидатом в мастера спорта по боулингу. В этом году я выиграл Кубок России. И стал мастером спорта по боулингу. Так что... Такие вот у меня есть положители чертей. Есть отрицательные. Но... Во всех своих начинаниях я человек прямой. Я никогда не ухожу в пустое. Я никого никогда не обвиняю. Я никогда не говорю. Воры, я вас посажу. Вам надо сидеть. Не правильно. Людям надо относиться доброжелательно. Поэтому я приехал с вами поговорить доброжелательно. Попросить поддержать моих соратников, которые на сегодняшний день находятся в Евгении России. Почти все. Продолжение следует...